В районной администрации состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Общественники и представители администрации обсудили наболевшие вопросы. Самый важный – начало отопительного сезона. В районе был заключен консессионный договор с ООО ЦУБЖКХ, но своих обязательств фирма не выполнила. Соглашение пришлось расторгнуть. Услуги по оказанию потребителям теплоснабжения и горячего водоснабжения с 3 октября 2022 года осуществляют две новые организации. Это ООО «Асу-сервис». Они зашли у нас на территорию северского сельского поселения Ильского городского поселения. ООО «Кубанская теплоэнергическая компания» – это Черноморское городское поселение. А во львовском сельском поселении услуги продолжает оказывать ООО ЦУБЖКХ. За время работы ООО ЦУБЖКХ накопило 17 миллионов долгов и возвращать их не собирается. Недобросовестной организацией займутся правоохранительные органы, а деньги вернут новые поставщики услуг. Было сейчас принято решение новыми эксплуатирующими организациями подписать договор ЦИСИ с ООО «Газпромежрегионгаз». И, соответственно, взять на себя долги данной организации. ООО «Асу-сервис» берут 10 миллионов, «Кубанская теплоэнергическая компания» – 7 миллионов рублей. «Инвесторы готовы покосить 50% задолженности в октябре 2022 года, остальную сумму до конца года. И такая имеется предварительная договоренность ООО «Газпромежрегионгаз». Данное условие сейчас находится на согласовании. Следующий вопрос – возобновление работы районного военкомата. В пустующем сейчас здании хотят разместить Северское казачье общество и патриотические организации. Вопрос по формированию военкомата в Абинске, он решен Министерством обороны. Наши ходатайства, к сожалению, не принесли результата возобновления работы. В том числе и районные администрации. Да. Но что я хочу сказать. В настоящее время очень качественно налажена работа военно-учётных столов по поселению. Но участники заседания считают иначе. Ведь даже возить призывников на комиссии в соседний район очень неудобно. Члены совета и дальше намерены добиваться возобновления работы военкомата. На контроле у общественников и состояние моста по улице Комарова в Северской. Сейчас местная администрация пытается найти средства на заключение новой проектно-сметной документации. Ведь пока там даже нельзя ограничить движение большегрузов. По Северскому району не может согласовать установку дорожных знаков на уличной дорожной сети Северского сельского поселения по улице Комарова. О запрете движения грузового автотранспорта с массой более трехскоинный тонн по мостовому сооружению через реку Убин. Так как в техническом заключении не установлена грузоподъемность мостового сооружения. Необходимо провести дополнительную проверку моста с привлечением специалистов и получить более подробное заключение. Все вопросы общественники продолжат держать на контроле. Редактор субтитров А.Семкин